Справочные тоже не вполне были. Нет, а там была Майерс и... С Лёхой. Но дело в том, что в соседних комнатах уже люди живут. Телефон есть, но они общаются. И там были очень разноречивые сведения. А главное, что мне эта новость достигла в таком, так сказать... Орехи не растут на осинах, пишут наши слушатели. В таком, так сказать, дизабелье. Застигли меня. Я говорю, я, конечно, могу бросить всё. Готову бросить сцену. Всё, прийти, но... Вы же понимаете, что лучше-то не будет. Трансляция не начала, 42 диза. Что вы тут делаете? За этим и пришли. Зато 185 лайков. Это никогда мой, так сказать, скромный ночной эфир. Ещё ничего не произошло, а уже 2 дизлайка стоит. Это я и Котов поставил. Ну, чтобы не чувствовать себя гением. Одиноким. Одиноким, чтобы все чувствовать, что... Маленький, одинокий петух. Да, да, да. И ты знаешь, что ты как бы раз. В порядке самокритики. Взял, поставил. Вот они мы. Так, реклама-то у нас длительностью 22 секунды будет всё поставить. А вот единственное чувство неудобства, что наушников нет. Вот отключится у кого-нибудь микрофон, мы не узнаем. Ну, я думаю, что нам как-то дадут знать. Ну ладно, хорошо. Можно, кстати, с умным человеком пожирнее сделать. Кого? Динамик. Чтобы мы понимали, что в эфире происходит. А они не сказали. Нет? А, реклама тогда пойдёт в YouTube. Вот. Ты понимаешь? Они уплочены. Как жизнь сложна. Всё, всё до копейки посчитано. Так, сейчас. Ну что, собрались. В последнюю секунду какой-нибудь войны. Полторы тысячи смелых с нами. Да, семеро смелых. И вам привет. На осинки не родятся соловинки. Ну что же, я вижу, что... Народ на каламбур. Народ готовился. На каламбур. Издобретательно, да. Это как у меня всегда... Ой, это шутка прекрасная. Я говорю, джулик шутит. Говорит, а какой орех там? Такой, такой. Я говорю, друзья, моя шутка родилась до того, как вы родились. Вот, аж как соловья баснями не кормят, я так подозреваю. Уже перестала быть смешным давным-давно. Давным-давно. Это ещё со времён грецкий. Да, да, настолько смешно уже просто. Но люди шутят, они же первый раз это делают. Ну, им это доставляет удовольствие. Конечно. Но я-то ореха застала на заре, так сказать, его ореховость. Невинные удовольствия. Вам неудобно. В смысле, вам не видят. А человеку приятно. Всё равно. Да. Вот, поэтому, ну, конечно. Валерию большой респект. Большой респект. Спасибо, Михаил. Добрый день. Это действительно она. Программа, которую ведут сегодня Ольга Журавлёва и Антон Орех. Да, добрый день. Добрый день. И в гостях у нас политолог Валерий Соловей. Здравствуйте. Здравствуйте, коллеги. Добрый день всем, кто нас слушает и смотрит. И смотрит. Кстати, да, в Ютубе на канале «Эх Москвы» можно нас смотреть, писать, задавать вопросы, свои реплики оставлять. И плюс семь девятьсот восемьдесят пять, девятьсот семьдесят сорок пять, сорок пять. Для ваших, что называется, для писем, газет, заметок, товарищеской критики и прочих замечаний. Ну что, давайте начнём со вчерашней, вчерашней, но такой глобальной, конечно, новости. После двенадцатичасового заседания суда произошло совершенно неожиданное сенсационное решение, но тем не менее. То есть мы теперь к штабам Навального и к ФБК должны добавлять не только, что эти организации являются иностранными агентами, но что теперь они признаны и экстремистскими организациями на нашей территории. Отсюда вопрос, а что делать вот такой вот несистемной оппозицией? То есть поступать, допустим, как Гудков, Дмитрий Гудков, который уехал за границу, и не только он, или же уходить в подполье, продолжать уже совсем несистемно работать? Да я думаю, что веер возможностей не сводится только к этим двум опциям. Да, кто-то, чья свобода и жизнь находятся под угрозой, могут уехать и слезть куда. Сейчас ведь покинуть Россию стало совсем непросто, согласитесь. Кто-то просто сложит руки и будет ожидать развития событий. Кто-то будет продолжать двигаться, следуя знаменитой фразе Черчилля, если вы двигаетесь через ад, двигайтесь не останавливаясь. Я считаю, что надо этого принципа и передерживаться. Но нам в случае есть вполне очевидная общенациональная повестка, это выборы. Дискуссия о том, как в них участвовать или не участвовать, идет, это первое. Второе. К выборам можно, в общем, разогореть общество. С помощью, да-да, можно, с помощью вполне нехитрых средств, которые называют социальные сети. Я могу сказать, что Кремль довольно этого опасается, поэтому будут летом проводить учения по отключению социальных сетей, не про замедление скорости, а по отключению. И готовы в критический момент, для выборов в критический момент, или сразу после выборов, социальные сети в крупных городах отключать. Так что там оценивают ситуацию отнюдь не так мизерабельно для оппозиции, как она сама для себя эту ситуацию оценивает. Просто надо сохранять хотя бы немного самобладания и понимать перспективу. Скажем, то же самое умное голосование в Москве обладает гораздо большим потенциалом, чем административный потенциал московской мэрии. Они специально заказывали социологию и с неприятным для себя удивлением, хотя это было предвидимо, обнаружили, что оказывается, они могут меньше привлечь избирателей, чем умное голосование. Так что все совсем не так безнадежно. — Ну а вы лично, Валерий Соловей, блогер. — Небезызвестный блогер. — Небезызвестный блогер. Вы как-то чувствуете вот это напряжение и смотрите отходные варианты? — Конечно. Но в России же это все всегда достигает вас неожиданно. — Чемоданчик должен быть собран. — Тревожный или тюремный. — Как у Ройзма. — Допровский. Допровский чемоданчик, да, как в классическом романе. Ничего не могу исключить, к сожалению. Так здесь организована жесть. Здесь вам никто не может дать никаких гарантий безопасности. Даже сам президент России. — Ну он не сильно стремится, да, по-моему. — Почему? В некоторых случаях он готов даже их давать. Но дело в том, что жалует царь, да не жалует царь. Здесь это тоже правило, так сказать, не меняется с 15-го, 16-го веков. — То есть вы хотите сказать, прошу прощения, вы хотите сказать, что часть вот этих вот репрессий, которые мы наблюдаем, в том числе какие-то фантасмагорические истории с блогерами, которых, в общем, никто бы и не вспомнил о них или там еще о каких-то людях, это происходит само, это происходит снизу. Ну это не происходит совсем уж само. Есть карт-баланш, который выдан, да, скажем, Сергею Кириенко, он выдан на сотрудничество с силовиками для зачистки избирательного поля. Но Гудков не входил в номенклатуру Кириенко. Это создало конфликт, поэтому Гудков был освобожден. — Я как раз хочу у всех умных людей, которые у нас, у других тут и нет, в студию приходящих к нам, у всех пытаясь добытаться. А чего так бояться-то? Ну выборы и выборы, все же понятно. — Ну если даже вдруг кто пройдет, ну один, ну если он наберет голоса, ну посчитают как-нибудь специально. — Я, кстати, с вами совершенно согласен. Но бояться не выборов, а бояться того, что может произойти после и вследствие выборов. Ну наподобие того, что было в декабре 2011 года в Москве и в некоторых других крупных городах России. — А что было в августе в Беларуси? — Вот как раз я хотел. И еще больше пугает то, что было в августе в Беларуси. Конечно, это не может не напугать. Поэтому превентивно хотят зачистить от всех точек, потенциальных точек кристаллизации протеста, от всех потенциальных лидеров его там недовольством. С точки зрения силовиков это очень такая разумная превентивная стратегия. Давайте мы все зальем асфальтом, чтобы ни одна травинка не пробилась. Ну вы зальете асфальтом, а вдруг вам на голову начнут падать камни. Ну вот используем эту метафору, связанную с Крымом в частности. Кто знает, генерал уже всегда готовится к прошедшим войнам. — Но судя по белорусскому сценарию, даже в такой прям совсем плохой ситуации, даже в Беларуси, тем не менее вырулить можно. — Вы имеете в виду Лукашенко? — В пользу, да, в пользу власти. — Ну, честно скажу, это была недоработка тех, кто протестовал, хотя критиковать их у меня нет никакого права. Но оценивая ситуацию с точки зрения беспристрастной аналитики, они не совершили некоторых необходимых шагов, которые, скажем, были совершены в Киеве в 2014 году. Такие шаги могут быть совершены в Москве, это первое. И второе, чем будут отличаться ситуации потенциального кризиса в Москве, здесь силовики не будут так лояльны власти, как в Беларуси, это совершенно точно. — Почему? — Абсолютная уверенность в этом. Это касается полиции, это не касается Росгвардии. Но у Росгвардии всего 20 тысяч ОМОНа, это совсем немного. Если вы хотите локализовать протест в Москве, вам всегда придется привезти весь ОМОН со всей России. При этом тогда очищается пространство в Екатеринбурге, в Новосибирске, в Петербурге. Его не так много. То есть не надо обольщаться списочной численностью Росгвардии 320-350 тысяч. Это все несчастные срочники, бывшие внутренние войска, доходяги, не кормленные. Действительно, боеспособных там немного. А московская полиция, она не горит желанием. — Вот отсюда вопрос у меня. Ну, я вижу, что вы протестный оптимист. — Я вообще оптимист. — За что мы василием? — Во многом благодаря этому вы, так сказать, по природе свой оптимист. — Да, нет, ну смотрите, значит, условно, да, 320 тысяч списочного состава, из которых там доходяги, не кормленные, призывники, которые скорее бы домой покрасили травой, значит, и к маме с папой. 20 тысяч боеспособные, ну такие прямо идейные, да. А протест-то, ну вот у нас же был протест январский, февральский, опросы, опять же, какие бы они ни были, но все равно, говорят, народ не сильно горит. — Если мы сходим из того, что история будет повторяться, это одно. А если мы с вами допустим, что, наверное, было бы естественно, что история иногда меняет свойства, не всегда, но иногда имеет свойство меняться. — Даже та же самая Беларусь, которую мы сейчас с вами обсуждали, ведь то, что произошло в августе, было беспрецедентным для этой страны. Там была действительно революция, не протест, а революция. Это означает, что это возможно и в России. Кто-нибудь ожидал летом прошлого года того, что случилось в Хабаровске? Нет, не ожидал. Кто-нибудь ожидал протестов в Москве таких летом 2019 года? Протестов в защиту Голунова? Нет, не ожидали. Все всегда начинается неожиданно. Это аксиома политической социологии. Массовая динамика всегда неожиданна. Для всех. — Вы пытаетесь предсказать неожиданность? — Нет. Я говорю о том, что она случается. И большей частью, если неожиданности происходят, мы знаем с вами по личному опыту жизненному, они всегда неприятны. В данном случае это было бы крайне неприятно для власти. Опасаясь этого, она пытается предвидеть все возможные угрозы. И все эти возможные угрозы ликвидировать, ну, нейтрализовать их, ликвидировать. Ну, иногда и в прямом смысле, как в случае с Навальным. Вот смотрите, как раз по поводу, буквально, план перетекли до ликвидации. Значит, вчера, ну, то есть, конечно, не для всех это было сюрпризом, история с расследованием инсайдера Беллинкет, касаемо отравления Дмитрия Быкова. Вас, наверное, вряд ли тоже это удивило. — Нисколько. К сожалению, нисколько не удивил. А не удивил вас, как многих других людей, фигурант, потому что он не создает партии, не проводит расследования, никуда не идет в Думу. — Ну, вот тот неприятный плакат про «Не раскачивайте лодку» все-таки он держал. Я его даже и видела тогда. — Ну, все равно. А, знаете, смысл? Вот в отравлении Дмитрия Быкова. Я, кстати, пользуюсь случаем, желаю Дмитрию Львовичу, будучи его поклонником. — Богатырского здоровья. — Давай тебе добавить. — Потому что надо иметь, что же одним здоровьем не обойдешься, чтобы иметь богатырское здоровье. — Бычье такое здоровье. — Но все-таки зачем смысл? — Антон, вот видите, это классическая ошибка, которую совершают все эксперты, оценивающие действия власти, в частности президента России. — Попытка найти смысл? — Нет. Они проецируют, приписывают ему собственную логику. Она у него другая. Она у него совершенно другая. — Вы проникли в нее. — Да, я просто знаю, что она зиждется на иных основаниях, не на тех, что наш с вами. У него другие принципиальные основания. В его логике все это абсолютно железно необходимое. — Ну давайте выстроим. — Она очень проста. Это лидер общественного мнения, который смеется лично над президентом. Этого достаточно. И плюс к нему пришли люди, которым он доверяет. Это те самые знаменитые люди, которые приходят с желтыми папочками. Чтобы вы знали, эти папочки всегда желтого цвета. — Это для слабовидящих полезно. Это их выделяет. Это особо... Ну вот, желтый, да, сигнал тревоги. — Это майка лидера. — Да. И говорят, вот смотрите, вот он угроза. Почему он угроза? Эти люди умеют убедительно преподать. И список угроз составляют в Совете Безопасности. Эти списки, в общем, утверждаются потом... Которые пишут в желтые папочки хаотический набор имен. — Он не совсем хаотический. Они исходят из своего видения. Я подчеркну. Лидер общественного мнения. Это уже само по себе. Оппозиционер. Он смеется. Вот что неприятнее всего... Вы же прекрасно понимаете. Чего политики в России опасаются? Ну, те, которые во власти. Того, что над ними смеются. Это их очень задевает. Это обижает. А вот это смеется. Но мы с вами же... Нам в голову не придет вызывать... Надо посылать дуальное приглашение. Отзываться таким же образом. Нет, мы воспринимаем как должно. Вот Черчилль, когда утром газеты смотрел, очень огорчался, если нет новых карикатур на него. Это нормальная, здоровая реакция человека. А если вы имеете дело с нездоровым человеком, с нездоровым человеком, его реакция очень логична, но не для нас. Они логичны для него и его окружения, который прекрасно знает, как он реагирует на определенные стимулы. Они эти стимулы ему формируют. Кстати говоря, подтверждает теорию Валерия Дмитриевича история с шаманом Габышевым. Еще бы. Когда президент впал в каталепсию на несколько часов, и после этого шаман Габышев был срочно депортирован на родину. То есть вы считаете, извините, что это работает? Я имею в виду шамана. Меня это не занимает. Это классические случаи аксиома Томаса. Люди принимают, если люди принимают ситуации задействительные, то для них они действительны по своим последствиям. Если вы верите в экстрасенсорику, в шаманизм и в магию, а президент верит в это, он верит в это, и люди, которые рядом с ним верят, вот сегодня в 1349 они совершали обряд. Черно-магический обряд, в полном смысле слова. Это высокопоставленные чиновники Российской Федерации. 1349. 1349. Какое-то определенное связанное? Солнечное затмение сегодня. Да, они совершали обряд. Вот, что у меня голова-то болит. Теперь понятно. Вот, видите, и вы это почувствовали, потому что обряд совершался. А как они, извините, но это уже совсем, как они увидят, что они просто по часам, то же не так, как нечеркали. Вы же знаете, когда наступит солнечное затмение. Ну, они зря его совершали, потому что он не имеет смысла. Его надо совершать было бы в другой стране, потому что он Россию краешком задевает, поэтому это просто такая профанация, если уж говорить обрядовой стороне. Слушайте, а чего просить во время солнечного затмения? Они просили успеха переговоров Путина и Байдена. О, мы снова перешли. Мы прямо идем по партитуре. Во-первых, я сразу забыл, как называется вилл, на которой они встретятся. Да, не важно. Это единственное, что мы сейчас снова узнали с последних дней. Я вот как советский ребенок еще, помню еще, начиная с какого-то рига Явика, помню, что всегда очень большие надежды. Вот они сейчас встретятся, сядут лидеры двух стран, значит, они сели, поговорили там, сколько там, день-два, сколько перейдут переговоры, и почему-то все время ощущение, что как-то, ну, поговорили, поговорили. Обманутости. Как-то вот, да, что-то такого вот нет. Ну, вот сейчас они попросили успеха на переговоры. В чем он будет заключаться? Успеха для тех людей, которые просили, заключается в том, чтобы не было санкций, и против них персонально. Чтобы не было сильного давления на Россию в момент транзита. Этого они очень боятся. Это для них было бы главным достижением. Все остальное для них не имеет значения. Ну, можно себе представить в нынешней ситуации, что по результатам встречи Байдена и Путина, вдруг Байден выходит и говорит, прощаю все! Вольности и свободы вас последуют. Живите, как хотите. Ваш барин, он вам дарует вольности и свободы. Нет, конечно, ну, ничего подобного не произойдет. Ну, никто на самом деле не очень понимает, что произойдет. Есть несколько сценариев переговоров. Я думаю, что было бы уже достижением, если бы стороны восстановили нормальные дипломатические отношения, то есть работу дипломатических представительств. Что это на самом деле критически затрудняет вообще любое общение на официальном и неофициальном уровне. Уже само то, что не хватает сотрудников в американском посольстве и в российском посольстве. О чем-то они договорятся. Я думаю, что по каким-то аспектам стратегической стабильности будут, безусловно, обсуждать Украину, будут упомянуты Беларусь, нарушения прав человека в России, на что Путин даст исчерпывающее объяснение, в этом нет сомнений. А вот главное то, что важно, это чтобы не было новых санкций. Не было новых санкций. Не для России даже. Боятся санкций против элитных группировок, против определенных людей. Конкретные бизнесы просто. Ну да, конкретные, конкретные, но очень большие. Слушайте, ну извините меня, все присутствующие, слушающие, смотрящие на нас. Мне кажется, эти санкции, ну, слону дроби. Не совсем так. Ну кто от них пострадал? Не совсем так. Ну, назовите мне пару минут. Пока, допустим, Вексельберг жалуется на то, что не может посетить семью в Нью-Йорке, но семья могла бы приехать, правда, в Москву, да? Эта проблема создает, а может создать очень серьезные проблемы для этих людей. Потому что, ну, известно, где их активы находятся, отчасти, по крайней мере. Если их начнут преследовать, американцы это умеют делать очень хорошо. Вот работают они, как каток асфальтовый. Он движется, может быть, и медленно. Помните, как в мультфильме? Ну, погоди. От него не убежишь. Вот как бы ты не вилял перед ним. Это мы помним, да. Да. Так что есть очень большие риски. Смотрите. А вот психологически вы же, так сказать, под кожу любите залезать этим всем людям? Да не дай бог не под кожу залезать. Не, ну, в ментальном смысле, конечно. Вот. Как беседовать с человеком, Путину, беседовать с человеком, который не спорил с утверждением о том, что Путин является убийцей? Я думаю, что они постараются этот вынести вопрос за скобки для коктейля. Конечно, коктейля не будет, но, по идее, для коктейльной вечеринки. Ну, просто ты сидишь с человеком, ты знаешь, что он, он, может, и не скажет прямо, но он уже сказал... Прагматика, прагматика. Ну, пошутить по поводу того, что я не буду бить. Не буду бить из этой кружки, да? Ну, я думаю, что Владимир Владимирович приходится уважать любого президента Соединенных Штатов по должности. И любого лидера Китая тоже по должности. Поэтому придется стерпеть. Но, с другой стороны, любому президенту Соединенных Штатов приходится уважать Путина. Ему приходится уважаться. Вы знаете, да, это правда. Причем не уважать, а опасаться непредсказуемости. Американцы лучше нас знают о непредсказуемости, причем стратегической непредсказуемости российского президента. У них гораздо больше оснований, гораздо больше оснований опасаться, чем у нас с вами. Это мы с вами сейчас сидим, и ах, репрессии, ах, кто нет. Они вообще знают, что происходило до того, чем было чревато развитие ситуации в прошлом году, в этом. Я имею в виду угрозу войны на Украине. Они это довольно хорошо представляют. Представляют риски. Поэтому для них это на кону. Стратегическая стабильность. Им надо, чтобы Путин был предсказуем. Ну, обложить его флажками красными, говорить, мы вам обещаем тот, а вот вы сюда не ходите, пожалуйста. Давайте договариваться. Ну, Путин же, он не поменяется. Он же уже такой, какой есть. Да, президенты Америки меняются, а Путин все тот же. Никто не рассчитывает изменить эту многогранную, сложную, отточенную натуру. Нет. Они хотят нейтрализовать некоторые его поползновения в плане геополитических амбиций. Ну, до того момента, как он уйдет. Никак не удавалось, судя по всему. Риск всегда есть. И на этом Кремль играет. Он концентрирует войска и дает понять, посылает отчетливые сигналы, что мы вот-вот, держите меня трое, а то я брошусь. И вы знаете, может же броситься. Всех же памятен 14-й год, да. А до этого, когда Путин даже не был президентом, был восьмой год, когда тоже все очень нервничали. Нервничали, да. Но тогда ставка была все-таки значительно ниже, и сочли, что это всего лишь эпизод. Хотя американцы знали, что это не эпизод, потому что они смогли остановить войну с Грузией еще за год до этого. Она раньше могла случиться. Но потом им происходят же еще не только геополитические все эти истории, а все истории с самолетом, с Крепалем, с Навальным. Да, с гибридной политикой России в отношении Запада. Они же тоже тревожные для Запада. Совершенно верно. Ну, опять же, они знают гораздо больше того, что находятся на поверхности, ну, как положено там, осведомленным национальным администрациям, их тревожит эта гибридная политика. Она создает угрозы. А сейчас, когда экономики восстанавливаются после пандемии, и снова появился риск рецессии, да, глобальной, из-за перегрева там, финансового, им надо сохранять стабильность. Им не хотелось бы, чтобы Россия с помощью своих действий эту стабильность наружила. Чтобы где-то кто-то гибнул, чтобы что-то происходило, чтобы резко увеличивался наркотрафик на территорию Западной Европы. Он значительен. Допустим, стоимость наркотиков находится в тяжелых, на беспрецедентном низком уровне сейчас в Европе. А знаете, откуда они поступают, через какую страну, по крайней мере? Догадайтесь. Ну, они из Средней Азии поступают? Нет. Они поступают из Афганистана, естественно, из Колумбии через Венесуэлу, все идут через Российскую Федерацию. Это ключевая наркотрафа сейчас в мире. Ну, в том, что касается Европы. А как они туда, через Федерацию-то попадают в Российскую? Порт Новороссийскую, пожалуйста. Это одна из точек. Порт Новороссийскую. Вот те, там, пятьсот килограмм, две тонны, которые задерживают груз, карга в Новороссийскую. Из Новороссийска? Из Новороссийска, да, дальше. Отнюдь не только в Россию. Дальше, дальше. Основной потребитель не Российской Федерации. Мы-то потребляем за Уралом китайскую синтетику, что создает уже проблему национальной безопасности в полном смысле слова, поскольку нам не сообщают масштабы, они колоссальны. Есть же закрытые налички и сводки, где сообщаются о масштабах. Это катастрофа. Национальная катастрофа. Слушайте, а о чем у нас вообще сообщается? О какой катастрофе? О количестве вечно инфицированных, о количестве кобидов? Это новая форма футбольной сборной Украины. Это мы, кстати, тоже. Между прочим. Между прочим. Вот это угроза национальному престижу. Да, но, кстати, сутки остались вообще. Вопрос формы не решен. Что делать? Да, лучше было бы не привлекать внимание к этому. Вы же знаете, что если что-то раздувать, то это работает против вас всегда. И выглядите вы при этом по-идиотски. Нет бы промолчать. Ну, надо же реагировать. Потом все-таки есть какое-то количество дипломатов, которым надо. Они же реагируют на все. За что-то отчитываться? Ну, конечно, они реагируют. Ну, все же надо дифференцировать. Есть то, что стоит. Внимание. А если так, простите, да мы уже дореагируемся. Ну, собственно говоря, это уже и произошло. Но результат все-таки какой-никакой был. Одну из частей этой формы. Все-таки придется, видимо, заменить украинской стороне. Ну, заменит украинской. Какая-то победа. Зато они будут. Вот как мы москалям вставили пистон. Видите, как рвет их. Аж рвет. Аж мечется. Они будут считать это, значит, победой, сказать, своей имиджевой политики. А мы будем здесь потирать руки. И Соловьевы и прочие будут рассказывать. Вот смотрите. Какая Россия влиятельная страна. Видите, УЕФА прогнулся и заставил украинцев изменить часть символики на форуме. Кончится с тем, что украинцы выйдут играть на Гишом. И будет очередной скандал. И это будет длиться бесконечно. Так, у нас сейчас новости. Мы не можем продолжать передачу бесконечно, потому что мы должны прерваться на новости. Валерий Соловей, Ольга Журавлёва, Антон Орех вернутся к вам после этих самых новостей. Ваши сообщения будем внимательно читать. Уже даже депутаты мрут от китайской синтетики, сообщает Альберт Каторов. С плохо скрываемой надеждой. Как будто вы не помните про чемоданы с кокаином по дипломатической линии. Нет, ну всё-таки я не думал, что через Новороссийск. Да, один из ключевых. Такая он дальше-то куда? Ну, из Новороссийска. В Европу идёт. Во Франции очень много идёт. В Германию меньше. Во Франции... Ну, дальше по всей Европе. Вопрос от Деда Шуткария. Какова, по мнению Байдена, будет цена за неподдержку Китая Путина? А как это Путин будет не поддерживать Китай? Как-то очень хитро. Да, сформулировано Витиевато. Путину придётся поддерживать Китай. Ты уж никуда не денешься. Евгений из Пензы. Евгений из Пензы. Ну, это наш постоянный что? Товарищескую критику присылает. Ну, как всегда. Традиционную. Ну, товарищескую, но строгую. Как всегда говорится. Нет, нет. Вот эта вот сеть вашей инсинуации, вот когда конструктивная критика, тогда да. Я, правда, так ни разу и не добился пример конструктивной критики. Вот это то, что вы говорите, это всё вот конструктивно, что вы меня. Это совершенно непонятно. Так. Успешно ли прошёл обряд с чёрным петухом под Красной площадью? Узнаем по результатам. Доложат. Нам доложат. Но вы меня это самое. Вы меня промазали не то, что озадачили, заинтересовали. Всё-таки мистика. Я вообще мистику ценю. Я как-то тоже сторонник. Скорее, конечно, это всё там иконы, всё это, конечно, да. Обращение к Богу. Это уже не работает. Мистическим силам, кажется, надёжнее. Конечно. Как-то. Конечно. Это же Пелевинщина классическая. Ну, может, кто-нибудь читал как раз. Да нет, Пелевин просто с натуры всё своё. Вы просто, не знаете, он с натуры срисовал. Я не шучу. Слушайте, мы живём в романе Сорокина с переходом на Пелевина. Поэтому чушь, 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 да. Чушь, да. Литературная фантасмагория. Ну, потому что литература – центричная страна, как нас ещё быков учат. Да, да, да. Травят писателей, потому что, да. Раньше была самочитающая, сейчас никто, конечно, уже ничего не читает, но как-то всё-таки влияние ещё имеет. Но мы же сами не сколько говорим постоянно с цитатами из книг и из фильмов. Всё-таки это характерно для наших поколений. Младше уже вряд ли. У них другие, у них уже другие. Ольга, я понимаю, да, всё-таки большей частью для них уже характерны другие аллюзии и реминесценции. Нет, ну, это понятно. Наоборот, мне кажется, что когда дети с наслаждением открывают какую-то книжку старинную, говорят, боже, теперь я поняла, о чём говорили мои родственники. А с наслаждением, но они не выросли в этом контексте. Это надо признать, когда. Ну да, мы-то росли совсем. Мы снова с вами, и это Валерий Соловьей, гость сегодняшний наш и персонально ваш и наш, а мы это Антон Орех и Ольга Журавлёва. Ольга Журавлёва. Продолжаем. Но мы, конечно, немножко от мистики, так сказать, попробуем вернуться. Прагматики, да. Значит, смотрите, вернёмся к нашим невесёлым баранам, потому что сегодня мы имеем рекордную статистику по Москве, ну, рекордную относительно от последних месяцев. Очень значительный рост в целом по России. И как уже обратили умные люди, что сначала процент набирает Москва, потом потихонечку разгоняется и начинает болеть вся страна. Вообще для лета это странно, потому что летом, как правило, идут на спад все заболевания. Это не наш случай. И как нам с этим жить теперь? Вот так, как и живём сейчас. В Европе уже говорят о четвёртой волне. Третья закончилась, сейчас четвёртая. А мы, видимо, сразу третью-четвёртую переживаем. Ну, поскольку наше правительство не хочет выделять деньги, потому что с локдауном надо деньги выделять. Оно категорически не хочет. Слушайте, денег у них всегда, простите меня, дофига. Да, это их деньги, а не наши с вами. Это очень важное отличие. Владимир Владимирович оценивает бюджет страны как свой личный. Потому что он когда жалеет деньги, он их жалеет для себя. Он считает, что у него будут более важные задачи, на которые он и потратит бюджет. Возможно, на увековечивание своей памяти, я не знаю. Поэтому денег выделять они не хотят. Локдаун вводить не будут. Провоцировать недовольствие не хотят. Поэтому мы де-факто пошли, собственно, с начала этого года, ну, даже с конца прошлого, по шведскому пути. Помните? Шведы, правда, с него сошли. Я бы сказал, по старому шведскому пути. По старому, да. По старой шведской дороге. По старой шведской дороге пошли. Говорит, что... Ну, пусть оно как-то само собой. Кто сможет, тот выживет. Ну, а кто не сможет. Ну, такая уж судьба. Заодно и пенсионный фонд сохранится. Может, ничего ожидать не приходится. Я думаю, особых ужесточений не будет. Если только ситуации перед выборами не будут ухудшаться, да, ну, тогда скажут, ну, не, ну, на выборы, конечно, можно пойти. А вот собираться, там, по-три человека, да, больше, это, конечно, опасно, потому что коронавирус сразу же вцепляется. Так что будут использовать эту эпидемию, но она реально идет, даже по той статистике, которая преуменьшена. Реально там ситуация гораздо хуже. Мы догадываемся, исходя из того, как у нас обходится вообще с любой цифирью. Они будут использовать в политических целях исключительно. Более ни для чего. Можно вопрос, который меня давно задумает. Можно, да. Демонстрируем, нам это не нравится, это не ваше собачье дело. Ему просто нельзя тело показывать, вот что. У него полоски там. Нет, вопрос сразу все станет понятно. Как только я вам покажу, полотно же. Золотые купола на груди на кого-то. Нет, вопрос сразу же поймете. Я хочу сейчас понять. Сразу поймете состояние его здоровья. По телу? Так, а по руке тут же сразу поймете, что с ним происходит. Поэтому нельзя показывать. Ну, можно немножко издалия. Можно оголить плечо. Да, и подставить чужой, да. Ну, так это элементарно. Там, здесь будет наколка за ВДВ. Да, да. Вот. Поэтому, он летом прошлого года, да, он прививался. В принципе, он мог бы ревакцинироваться. То есть, там, спустя какое-то время. Но я не знаю, была ли у него в другой раз прививка, вот та, о которой объявляли, или нет. Потому что вакцина была готова еще несколько раз. А какая вакцина, вы знаете? Так было несколько вариантов. Вот та, которая спутником и называется первоначальный вариант. То есть, наша без всяких фантазий. Вы понимаете же, как говорили, привезут из Америки, уколят американским. А ты тут давай спутник запускай. Вакцину-то стали раньше всех разрабатывать. Но ее, по-моему, чуть ли не с 2017 года разрабатывали. Или с 2018. Для других целей. Для других целей, да. Но она была модифицирована. Так что проблем никаких не было. Я даже уже подумала, что, может, это было оружие массового поражения. А потом переквалифицировали. Ну, чипирование. Да, готовились к массовому чипированию. Вы видели же, да? Вот видели. Готовились к массовому чипированию как раз в 2021 году. Но пришлось... А потом решили с вами перепрофилировать. А, подождите. Обойтись репрессиями. А вот если вакцинировался, ревакцинировался... Ну, хорошо. Не показывать, не показывать. Раньше ты голый до пояса все время разгуливал. Наконец-то, а? Невероятные меры безопасности. Целое футбольное поле. Вот прям на форуме. Если человек тяжело болеет. Он очень тяжело болеет. Так что он заразный? Его хранят. Нет, его хранят от заразы. Которая через единороссов передается особенно быстро, по слухам. Да. Они особенно восприимчивы. Вот. Мы видим, что у членов правительства тоже. Поэтому перед встречей с ним, пожалуйста, двухнедельный карантин. Да, сейчас же должна быть встреча с депутатами какая-то. Кстати, а Байден-то что? Ну, Байден, мы знаем, проливался. Вот он уже на карантине сидит даже в две недели. Ну, из-за этого сэрбор, что Байден отказался провести две недели на карантине. Поэтому было непонятно, встреча состоится или нет. То есть вы это сейчас говорите серьезно? Нет, конечно, я шучу. Потому что я все уже принимаю. Ну, по церкви, все, что говорит Валерий Словенгер, все за чистый монет. Ну, тут придется полагаться на честное слово американской администрации. Ну, Байден-то, кстати, под камеры вакцинировался и все такое. Ну, не только он под камерой, многие под камерой. А кто-то не захотел шоу устраивать. Лучше провести еще одну прямую линию, да? Смотрите, вот что все-таки, ну, Анна, власть это власть, президент, президент, они там как-то всегда были отдельно от нас, существовали. И следующие, наверное, также будут отдельно. Такова наша традиция. И отдельно, и антагонистично. И антагонистично, да, и относись к нам с недоверием и подозрением. Ну, смотрите, вчера вице-губернатор питерский говорит, что вот в этих вот недостаточной вакцинированности населения виноваты либеральные молодежи. Нет, электрособокаты. Это само собой. Ну, электрособокаты, да. Но как раз аудитория. Вот о чем я и говорю. Но дело даже не в том, что это хитрый умысел. Дело в том, что, понимаете, я не помню, кому принадлежит замечательная фраза, что глупость – это не отсутствие, это особый ум. Это такой ум, это генерал-ремя, ты говорил. Вот мы это сейчас с вами и наблюдаем. Это особый тип мировоззрения. И он, к сожалению, среди российских чиновников и в Петербурге, к великому сожалению, очень-очень даже развит. И губернатор там вот подает пример этого особого типа ума. А дальше уже простая социология. Те, кто внизу, копируют те, кто наверху. То есть они копируют мировоззрение, вынужденно даже копируют манеру поведения, там, риторику. Все естественно. А как же министр Мурашко? Он нам, по-моему, то же самое говорит. Он говорит, что все, население виноват. Вот, да, он сказал, ну, здесь менее проблем. У власти всегда виноваты и эти холопы. Ну, конечно. Они не понимают своего счастья, не желают слушаться. И вообще, нет бы в 60 лет, то есть, ну, или достигнув пенсионного возраста, тут же умирать. Так нет, они не хотят. Они карабкаются, они цепляются за жизнь. Они что-то хотят, медицины какой-то. Вообще, много чего хотят. Удивительно. Деньги на них тратить. Еще, да, болеют у холопа. Распоясались. Из министра мне сегодня понравился, ну, помимо того, что Мурашко там несколько интересное было, он сказал, значит, нужно, необходимо ускорить формирование коллективного иммунитета. Ну, что я могу сказать? Поезд остановись. Поезд стой. Раз-два. Вот помните ускорение при Михаиле Сергеевичу? Да, значит, бум, будем ускоряться. Будем ускоряться. Значит, будут вынуждать, ну, столкать, говорят, что отключим воду и газ. Если вы, или, значит, если справку не принесете о том, что вы привелись, да, на работу выйти не сможете. Соответственно, возникнет гигантский черный рынок. Он уже, по-моему, существует. Я знаю людей, которые пишут, я знаю, я не могу сказать. А мы знаем людей, которые на госуслугах узнали о себе много интересного, о том, что они в разных городах страны получили первый и второй компонент вакцины, причем в обоих городах они ни разу не были. Поэтому я не сомневаюсь, что планы партии, они народом, они будут народом выполнить. Слушайте, ну вот тут... Но все равно это будет в каком-то другом мире происходить. Нет тут противоречий. Вот, простите, значит, с одной стороны плевать, ну, там, поумирайте, нам же проще. Да. А кто голосовать-то будет? С другой стороны, давайте-ка вакцинируем и идти. Нет противоречий, потому что работать же все равно кто-то должен, это первое. И второе, второе еще важнее. Есть воля президента. Вот президент сказал, в Думе должно быть 350 депутатов в Одинной России. И хоть ты лопни, но обеспечь. Нет таких крепостей, которые не могли бы взять руководители администрации. Это вы уже Лукашенко цитируете. Вот и должны брать. Ну, все, и он тоже к первоисточнику апеллировал. Ну, понятно. Вот. И просто последний раз в актуальной нашей политической повестке прозвучало. Так это работает. Воля президента – это закон. Поскольку закона здесь нет, то, значит, вместо него воля президента. Или по желаниям. Ну, поскольку вы активный человек еще в смысле, так сказать, социальных сетей, социальных аккаунтов, ютубов, не беспокоит ли вас то, что происходило, ну, вот хотя бы даже в эти дни? Это чумовой блогер Хованский, значит, арестованный за оправдание терроризма с действительно идиотской песней, ничего я не могу сказать. Ну, идиотская, да. Вот. Значит, и какой-то там тоже блогер Ларин, еще мы узнаем же какие-то имена блогер-миллионники, мы узнаем из полицейских протоколов. Ну, мы с вами же в своих окамерах находимся. Вот. Сегодня, например, уже, правда, не очень понятно, что имелось в виду под пропагандой наркотиков, но про Юрия Дудя заговорили. Нет, нет. Что это такое? Это вот то, о чем я говорил в начале, что будут учения по включению социальных сетей, и надо нейтрализовать, вот, я обыково имя говорил, лидеров общественного мнения. Популярные блогеры, словно каких-то языком милицейских протоколов с антисоциальными склонностями, да, ну, то есть с антиправительственными, они должны быть нейтрализованы. Нейтрализованы как? Кого-то арестуют, там, предлог благо был, а кого-то просто будут запугивать. Это все делается для зачистки вот этого даже не политического, я бы сказал, в широком смысле гражданского социального поля, то есть социально активные граждане, потенциальные, неактуальные даже потенциальные лидеры должны быть нейтрализованы. Все идет по плану, это действительно план, как он, чистое поле, да, чистое поле, он в конце прошлого года был одобрен, первый вариант его еще был в мае прошлого года одобрен, а потом, значит, вот в конце прошлого года окончательная версия. она предполагает интернирование. Вы посмотрите, вот тот закон, не закон, а, ну, закон, да, по которому осуждены организации Навального, он уже имеет обратную силу, да? Да. И круг людей, которые по нему потенциально могут пострадать, неопределенно широк. Да, да, неопределенно широк. Любой, кто там деньги посылал, любой, кто зарегистрировался на сайте, вот, пожалуйста, основа, потенциальная основа для массовых репрессий. На это, конечно, не пойдут, да. Но, тем не менее, технически, я объясню, это технически никому не нужно, это неосуществимо, технически неосуществимо и никому не нужно. А они будут бить по головам, да, по тем головам, которые выше других, и потом рандомно по другим, для того, чтобы запугать. Ну, реакция может оказаться, во-первых, для части общества запугивание сработает, в этом нет никаких сомнений. Но есть и другие люди, а причем дело не в их идеологической или политической позиции, дело в их психотипе, у которых, наоборот, после этого очень сильное желание сопротивляться. Говорят, ну, слушайте, никакого мирного пути у нас просто уже не осталось. Идешь ты на выборы, не идешь, ну, как знаменитая песня «Голосуй», да? Да, абсолютно все равно. Ну, так что же нам, не пойти бы до конца? То есть борьба с экстремизмом, она резко повышает градус радикализма. Совершенно верно. И получается, что если, вот как вы говорите, должно быть максимально защищенное должно быть пространство соцсетей, значит, все люди, которые в уютных всяких фейсбушиках и так далее, бложиках, да, себе существовали и чувствовали какую-то свою гражданскую значимость и как-то проявляли свою активность, они будут проявлять ее как-то по-другому? Не все, но часть, по крайней мере, да, я согласен. В конце концов, в середине 50-х годов венгельские революционеры сформулировали же принцип «острие против острия». Вам ничего другого не остается. И для части людей действительно ничего другого не останется. Но вот свою решимость, вот есть психологическая, давайте так, вот есть некий логический вывод. Мы с вами сейчас рассуждаем как эксперты. Психологический вывод. За этим следует психологическая готовность. У кого-то она возникнет, у кого-то она нет. А третье самое важное – это психологическая готовность. Она приведет к каким-то политическим действиям или же не приведет? И ответ на этот вопрос никто не знает. Но если это будут действия, то они могут возникнуть только в ситуации кризиса. Кризис, да, ближайший, но мы можем предположить, он может быть связан с выборами. И власть этого тоже сама опасается. Если бы она так не опасалась, и даже не выборов того, что может быть после них, она бы вряд ли так стала свирепствовать. Потому что во всем том, что мы с вами наблюдаем, есть, конечно, колоссальная избыточность. Просто колоссальная. Ну, почему я сейчас прошу? Ну, куда столько? Все поняли уже. Я никуда не баллотирую. Все поняли уже. Что? Не надо уговорить, я никуда не собирался. Что вы хотите? Вообще мне непонятно. Повторить изученное, Антон. Повторить изученное. Да, да. Прочти параграф и ответь на вопросы в конце. У меня все равно непонятно. Значит, в выборах может случиться, как вы говорите, по результатам народное недовольство. Да. Так можно же по-другому к этому подготовиться? Можно провести выборы, которые не вызовут народного недовольства? Ольга, да вы прям, вы карбонарьи, вы покушаетесь в прямом смысле на устои. Нет, это исключено. Это совершенно исключено. Хотя, конечно, были такие опасные мнения, да, раскольничества. Оппортунистические. Ну, давайте мы там, допустим, сколько-то оппозиционеров. Там уже Букова совершенно бесполезненно. В ту же думу. Ну, ничего страшного. Нет, нет, нельзя. Нельзя. Вот никак, никоим образом. Я согласен, что это избыточное. Избыточность – это опасно. Но логика следующая. Ну, уж пока работала. Работала. Давайте мы все щелочки законопатим. Давайте все. Что, не дай бог, какую-то оставим оттуда вражек, как там Жданов говорил, вражек прокрадется, а потом он во вражину превратится. У меня вопрос. Вот прошли выборы. Когда-то ведь они пройдут же. Кстати, а что их не отменить вообще? Это моя давний день. А вы знаете, и даже это не исключено. То есть, если ситуация будет совсем накаленной, ну, мне это кажется пока что крайне маловероятным. Но они накаляют как могут. Под предлогом сложной эпидемической ситуации, да, их можно и вообще отменить. Или сказать, давайте-ка так. Есть телевизор, вот телевизор мы включим, да, а вот вы кивнете или смс-ку пошеливаете, да. В определенный момент, как час день, день, час земли. Я согласен или нет, я не возражаю. Да, согласен. Да, не возражаю, нет, не возражаю. Все-таки вопрос. Вот они состоятся, эти выборы. Конечно, они завершатся, значит, полной победой нерушимого блока коммунистов и беспартийных, как раньше было. А на следующий, ну, там, через неделю после их подведения, через какой-то небольшой промежуток времени, все затихнет? Ну, потому что сейчас, как говорят, репрессии, гоня всех затихнет, или это будет раскручиваться? Нет, я не думаю, что это затихнет. Я думаю, что это должно поддерживаться на определенном уровне до того, как произойдет транзит. Поскольку выборы хотят провести по сценарию плебисита прошлого года. То есть, очень высокие результаты, чтобы подтвердить, что народ целиком и полностью за, чтобы тем самым способствовать переходу власти в другие руки. А когда он произойдет? Вот ведь. В том числе, возможно, как раз после парламентских выборов. А зачем передавать власть в другие руки? Да не сможет президент на публике появляться очень скоро. Слушайте, ну, нарисуем картинку, что сложно, что ли? Нет, ну, он будет работать с документами. Рукопожатие крепкое. Это нам будут передавать, даже показывать рукопожатие не будет уже. Так и с Ельцином так не будет. А фактически уже будет другой человек во главе, и другой будет меняться структура власти. Вот это и есть окно уязвимости. Поэтому они хотят обеспечить потрясающий результат на парламентских выборах. Всех, так сказать, выслать, сослать, посадить, запугать, чтобы никто даже не пикнул. Потому что момент передачи власти всегда несет, влечет за собой риски. Момент неопределенности. Да, и в чем риски им стороны там общества и стороны элитных группировок. А вот, кстати, про элитные группировки. У нас перед выборами некоторые люди вдруг начинают мелькать. Мы про них вроде как забыли, а тут вдруг то Медведев идет, расскажет про то, что Единая Россия. В кожаном, обратите внимание, в кожаном пиджаке. Вот. Без Маузера пока, но... Нет, но он в кожаном, он так, он хорош, он стильный. Ну, в общем, нарядный. Нарядный Медведев выходит и говорит, что мы не КПСС, потому что мы об народе думаем, мы очень хорошие. Это заметно, да. Да, это трогательно, все разрыдались. А вдруг Сергей Кожугетович начал как-то появляться. Он вообще не самый публичный политик, но тут вдруг вот то одно видео такое забавное там про военкомат, то еще что-то происходит. Да, Ольга. Это кастинг. Они хотят заявить свои претензии на первую роль, что они готовы, что если вождь о них вспомнит, то они готовы. И это как раз вы называете в тех, но помимо Мишустина, который сейчас находится в центре медиа, медиа-картинки, которые в то или иное время означали счастливы возможных преемников. А вот Собянина нет, обратите внимание, что товарищ Берия вышел из доверия. Губернаторство-то заканчивается? В 23-м, да. Ну, его могут и раньше послать в отставку. И раньше, что дожидаться-то 23-го года. Ну, кстати, про Гудкова говорили же, что там помимо того, ну, как бы двух зайцев, да? Да, с одной стороны, Гудкова куда-то устранить, с другой стороны, поскольку там было связано с имуществом, с мэрией, с какими-то вот этими самыми делами. Говорят, что очень в мэрии как-то прям расстроились, обеспокоились и удивились от всей этой истории. Ну, любая история об имуществе, она не может не расстраивать мэрию, если это имущество вдруг начинает рассматриваться как незаконно присвоенное, эксплуатируемое. Мы же знаем, что следует за обвинением в хозяйственных злоупотреблениях. Там, судя по тому, что рассказывали про это имущество, там как бы как раз к бывшим владельцам-то там очень сложно. Нет, имелось в виду, что это еще помимо, сразу в нескольких зайцев такая стрельба, мэрию понервировать и... Да я думаю, что, может, даже никто особо этим и не задавался. Мэрия уже сама себя нервирует. Когда вы вступаете в такую турбулентность, в которую сейчас вступает Россия, а те, кто наверху лучше чувствуют, то вы начинаете все воспринимать не так, как до того, не так, как прежде. Неоднократно вы говорили сегодня в течение эфира, я уже дождался 55-й минуты уже нашей беседы, что уже показать нельзя президента, что он сможет за документы. А что с ним? Он болен. Ну, что-то такое. Все люди болеют, он болен тяжело. Послушайте, Валерий Ильич, мне года два или три назад вы говорили, что он тяжело болен. Да, он болел и так, да. А он, смотрите, огурцом? Ну, во-первых, он совсем не огурцом, если вы только не видите, что он зеленый в пупырышках. Ну, на это я не могу согласиться. Это совсем не огурцом, Ольга, помилуйте, ну что вы. Вы еще скажите, что по телевидению вы видите прекрасную Россию, вы видите президента по телевидению. Ну, что вы? Ну, совсем все. Хуже того. У меня телевизора уже всем не знают. Хуже того, да. И мы видим в Ютьюбе. Вы видите по Ютьюбе те ролики, которые сняты телевидением. Вот и все. Вы видите картинку. Так. И одни и те же люди, это потрясающий парадокс в России, не верят в ту Россию, которую он показывает по телеку, и верят в президента, которому по телеку уже показывают. Послушайте, но он выступает на каких-то мероприятиях. Да. Довольно редко. Связанные какие-то произносят, хотя и глупости, но тем не менее. Он произносит не просто глупости. У него распадаются нейронные связи. У него серьезные проблемы. Да. Ну, довольно сложно контролировать себя. А как вот он памятник Александру, например, открывал? В состоянии горячечности открывал. Это, кстати, если вы посмотрите, вам сразу многое станет понятно. Но лучше смотреть, конечно, на тренированном глазом и специалисту. Ну, в общем, даже не специалисту уже многое стали замечать. Ну, вы-то все-таки политолог, а не невропатолог. А я и не собираюсь оценивать. Угу, упаси Боже. Я ссылаюсь в данном случае на мнение специалистов. Я довольно хорошо знаю, что они думают, какие у них диагнозы. А может, они тоже просто очень хотят верить в счастье? Зачем? Если они его лично обследуют, зачем им это? Ну, как? Обычно, когда кто-то лично обследует... Да дело, понимаете, не в этом. Вот западные спецслужбы об этом прекрасно уже знают. Это не является... Это является секретом только для судорогих россиян, а не для западных правительств. Ну, даже если это и так. Мы же прекрасны. Опять же, наши детские воспоминания. Мы же все понимаем. Я не делюсь еще и Брежнева. Мой любимый вообще был Константин Васильевич Черненко. Я помню. Которого просто заводили и заводили. Вот, кстати, я согласен. Никто не знает дня и часа. Это правда. Но я же говорил всегда о чем? Ну, что невозможно будет появляться на публике. Невозможно будет отправлять публично, да, свои обязанности. Это совсем другая история. Жить-то и можно. А вот оставаться президентом уже нет. Мне кажется, при нынешних технологиях изобразить Леонида Ильича на съезде... Ольга, увидим. Ольга, увидим. Можно изобразить, увидим. Но нельзя изображать для элитных группировок. Они же прекрасно знают, кто настоящий, а кто нет. Так вот и расскажите. Нам каждый раз говорят, что элиты, башни, что-то борются. Они разве не выступают сейчас с более-менее единым фронтом? Они выступают единым фронтом в том смысле, что они хотят получить транзит. То есть, сохранить свою, ну, если не власть, то активы и положения. Это, безусловно, они хотят. Ну, вот смотрите, Собянин теряет, да. Медведев, несмотря на свою активность, теряет. Приходит другой человек, даже если это при условно живом президенте. Диспозиция начинает меняться. Они хотели бы иметь уверенность, что статус-кво для них сохранится. Уверенности нет. Плюс, это же очень интересно, они вообще друг друга недолюбливали всегда. Несмотря на то, что они входили все в ближний круг президента. Президенту это нравилось, он всячески поддерживал их грызню, чтобы выступать в роли арбитра и медиатора. Ну, не будет такого арбитра. Это нормально, да. Слушайте, уже всем пора на пенсию. Ну, большинству. Все богатые люди. Медиаторы и арбитры. Все уже там активы распределили по всему миру. Вот, кстати, активами... Ну, знаете, они натворили столько... Что все-таки ГАГа? Что боятся очень. Я не шучу. Они очень боятся. За каждым из такой шлейф тянется, что мне одна ГАГа. Их может 10 быть. Ну вот. Ну вот. А нам чего делать теперь? То есть преступная, значит, группировка. Преступная сообщество. Преступная она или нет, это будет решать суд. Как говорит в таких случаях наш президент, обращайтесь в суд. Вот суд и решит. А так мы с вами лишь предположения высказываем. Не более того. Оценочные суждения. Не могу сказать, что у меня как-то по итогам беседы настроения улучшилось. Конечно, потому что... А почему оно должно было ухудшиться? Оптимист. Я оптимист. Он пересдал кошмарные картины разложения. В 1949 состоялось. Так прийти к улучшению можно только через ухудшение. И через край. То есть вот это... Это настолько очевидный путь. Он же очевиден уже для всех. Все-таки это все через ухудшение куда-то идем. Как это не останавливаясь через ад? Это есть жизнь в России. Надо ее и наслаждаться такой, как и мы на свободе сегодня. С нами отлично. Мы живы. И уже в этом наше счастье. Как мало надо в России для того, чтобы быть счастливой. Рецепт счастья. И еще в компании с интеллигентными собеседниками. Эту компанию сегодня составляли политолог Валерий Соловей и ведущие Ольга Журавлева и Антон Орех. В ближайшее время у нас в эфире после 16 часов были о правах, где Алексей Кузнецов и Калой Ахильгов будут говорить на интересную тему. Дети как объект сексуальных посягательств, между прочим. После 17 часов особо мнение Андрей Мовчан, финансист, который вам всю экономическую подоплеку расскажет так же увлекательно, я уверена, как Алексей Кузнецов. Спасибо всем. Так. Понятно. Спасибо.